Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы также продолжаем тему класса и объекты. По плану рассмотрим следующие вопросы. Трагирование, наследование, полиморфизм, инкапсуляция. Общая форма класса имеет следующий вид. Модификаторы. Дальше пишется ключевой словок класс, имя класса, экстендер, родители. Фигурный скоб мы описываем, значит, тип переменной, экземпляр 1, и так далее до иного количества. Далее описываем методы, значит, тип и имя метода, списки параметров, фигурный скоб пишем тело метода. Значит, это у нас общая форма класса, общая форма представления класса. Значит, модификаторы. Модификаторы. Ключевые слова, регулирующие работу классов, методов и переменок. Выделяют две группы. Модификаторы доступа, необходимые для обозначения видимости класса, его методов и полей. Значит, к ним относятся public, default, protected, private. Другие модификаторы, значит, они придают классу, полю класса или методу определенные свойства. Значит, к ним относятся классы, перемены, методы, интерфейс и другое. Значит, модификаторы доступа позволяют задать допустимую обозвидимость. Эти модификаторы доступа применяются классом, перемены, модификаторы и методом. Значит, далее в таблице приведены, значит, первое, первое, первое слое слое с ключевым словом, далее тип видимости и доступ. Значит, первый у нас модификатор private. Тип видимости закрыты, доступен внутри класса. Он имеет свой класс, своего пакета, класса наследника, и все классы он не имеет. Дальше, default, тип видимости полумолчая, они доступны внутри пакета. Имеет свой класс, имеет свой пакет, а класса наследника не имеет. Далее, protected, тип видимости защищены, доступны внутри класса или все подклассы. Значит, он доступен в своем классе, в своем пакете, в классе наследника, во всех классах он не доступен. Паблик, тип видимости открыты, доступен всем, значит, доступ он имеет ко всем классам. И к своему классу, и к пакетам, а с наследниками и остальным классам имеет доступ. Модификаторы доступа. Первый у нас публичный, вообще доступный класс или членный класса, к которому можно обращаться из любого точки программы. Самый высокий степень открытости. Private закрытый класс или члены класса. Переменный метод или класс объявленный модификатор. Private можно обращаться только из того класса, где он объявлен. Самая высокая степень закрытости, только свой класс. Методы не наследуются и не определяется доступ, не из-за класса наследника невозможен. Package. Модификатор по умолчанию. Отсутствие модификатора у класса или членов класса предполагает применение модификатора по умолчанию. Переменные методы видны всем классам пакетов, в которые мы ходим в класс. Protected, переменные методы для класса объявленным модификатором Protected можно обращаться в границах пакета, а также из всех классов, которые у наследованы от текущего. Модификатор Estate используется для создания методов, которые будут существовать, независимо от экземпляров созданных для класса. Особенности применения применяются к внутренним классам, методам, переменным и логическим блокам. Статические перемены инсолидируются во время загрузки класса. Статические перемены едины для всех объектов класса. Статические методы имеют доступ только к статическим переменам. К статическим методам перемены можно обращаться через имя класса. Статические блоки выполняются во время загрузки класса. Не стейтик методы не могут быть переверены как стейтик, локальные перемены не могут быть равны как стейтик, абстрактный метод не могут быть стейтик. Модификатор абстракт используется для создания абстрактных классов и методов, особенности применения применяются только для методов и классов. В абстрактных методах отсутствует тело метода, является противоположностью модификатора финала. Финальный класс не может наследоваться. Абстрактный класс должен наследоваться. Класс должен быть объявлен абстрактный, если содержит хотя бы один абстрактный метод, не предоставляет реализацию наследуемых абстрактных методов, не предоставляет реализацию методов интерфейса, необходим запрет создания экземпляра класса. Массификатор финал используется для завершения реализации классов, методов и переменных. Особенности применения переменных экземпляров не могут быть применены, методы переопределены, классы нельзя наследовать, методы нельзя переопределять. Применяйте классы не переменным. Аргументы методов обозначены как финал, предназначены только чтение. Переменный финал не инициализируется по умолчанию. Перемены необходимы явно при своем значении, при объявлении или в конструкторе. Если финал, переменная содержит ссылку на объект, объект может быть применен, но переменная всегда будет ссылаться на тот же самый объект. Класс нельзя объявить в финал и абстракт. Примеры описания класса. Первый у нас идет имя пакета. Далее определение класса. Там мы будем выбирать модификаторы, имя класса, имя родителя. Значит, это надо будет. Далее у нас тело класса, потом идут переменные экземпляры, далее идет конструктор по умолчанию, конструктор с параметрами, аннотация, если есть методы. И дальше описываются методы. Пакет определения пакета. Пакеты контейнер-классов, позволяющие организовать классы в логические наборы. Например, в пакете можно определить классы, которые будут недоступны за пределами этого пакета. Разделить пространство имена. Например, если выбор уникального писательного имени класса является затруднительным, то целью избежания конфликтов имена необходимо использовать пакеты. Пакеты хранятся в иерархической структуре и явно импортируются при определении новых классов. Чтобы указать, что класс принадлежит к определенному пакету, используется директива пакета, и указывается имя пакета. Значит, пакет, название пакета, точка запятая. Взяв и допускается создавать иерархию пакета. Значит, объявление многоуровневого пакета имеет свой следующий вид. Значит, в этом применим URG пакет верхнего уровня, экзампл пакет второго уровня и NML пакет третьего уровня. Настердая создание пакетов и классов среди разработки NetPens и IntelliJ. С помощью Java.com мы через нее можем создавать пакеты, создавать классы, далее создавать интерфейсы, формы, фреймы и т.д. Значит, импорт пакетов оператора импорт. При необходимости использования классов из других пакетов следует импортировать пакеты класса. Оператор импорта имеет следующую общую форму импорт пакета 1, точка пакета 2, имя класса. Значит, указывать оператор импорт не обязательно, если указывается уточненное имя класса с указанием всей иерархии пакетов. Создание суперкласса аниме и абстрагирование. Абстрагирование — это способы выделить набор значимых характеристик объекта, исключая из рассмотрения незначимые автостепенные. Абстракция — это набор таких характеристик. Создадим абстрактный класс анимал. Класс является абстрактным, так как невозможно создать экземпляры класса анимал, в природе не существует простого животного. Есть собаки, кошки, льви, другие. То есть абстрактный класс не позволяет создавать просто объекты, но определить базовые состояния, поведения, которыми будут обладать классы последники абстрактного класса. Например, у каждого животного должны быть имя и возраст, а еще должны быть иметь и подавать в волосы. Абстрактные методы — это методы, у которых отсутствует реализация. Любой подкласс производных абстрактного класса должен реализовать все абстрактные методы и своего суперкласса их же самым быть объявленным абстрактным. Добавим класса анимал, абстрактный метод ВОИС, поскольку класс анимал описывает абстрактное животное, то реализация метод ВОИС не имеет смысла, поэтому данный метод правильно сделать абстрактным. Тут мы создаем абстрактный метод ГОУС АБСТРАКТ ПАБЛЕК ВОИС. Инкапсуляция, разбиение приложений на четко обособленные логические компоненты, позволяющие объектам скрывать свои данные и методы от других объектов. В основе инкапсуляции лежит идея защиты информации о других частях и приложениях. Для защиты данных класса они являются приватными. Значит, здесь имя животного и возраст животного объявлены приватными. Значит, они запустимы в абстрактном классе. Значит, управление доступом к атрибутам класса метод ГЕТ и СЭП. Значит, поля name и age класса animal защищены. Доступ к ним закрыт, провести с ними какое-то либо действие в ней класса animal невозможно. В таком виде класса animal практически нельзя использовать. Необходимо разрешать ограниченный доступ к данным, предоставить возможность установки значений поля name и age, считывания данных, например, получить name, возможности освоить корректное значение полей, неправильно в данном поле и age должны быть защищены. Метод ГЕТ получит значение поля. Метод ГЕТ не имеет параметров и возвращает значение одной переменной. Метод СЭТ устанавливает метод для установки значения поля. Метод СЭТ всегда имеет модификатор ввода, только один параметр для изменения значения одного поля. Алгоритм использования полям, которые необходимо защищать, задается в свой свой правиль для протектора. К каждому полю устанавливается метод ГЕТ и СЭТ. ГЕТ НАИМ метод, который возвращает значение переменной ТЕП и СТРИМ, не запрашивая никаких данных. СЭТ НАИМ ничего не возвращает, но при этом устанавливает новые значения переменной ней. Механизм инкапсуляции позволяет защитить поле НАИМ при помощи метода СЭТ НАИМ, в который можно добавить проверку того, что имя не может начинаться с цифры. В этом примере, в управлении доступа переменной ТЕП и СЭТ НАИМ с ГЕТ, использованы методы ГЕТ. Следующим образом мы можем использовать ГЕТ и СЭТ. В методе СЭТ НАИМ используются две перемены с одинаковым названием, переменная нейм объявленная для всего класса и переменная нейм внутри метода, в качестве параметра, который перекрывает область видимости переменной класса. Ключевое слово ЗЭС используется для ссылки на текущий объект. Использование ключевого слова ЗЭС помогает использовать альтернативных имен. Ключевое слово ЗЭС используется в теле метода для ссылки на текущий объект, для которого был вызван метод. Наследование. Свойство, позволяющее писать новый класс на основе существующего, с частичной или полностью заимствующейся функциональностью, общая форма ливеринга класса, которая следует от суперкласса имени следующего, класс имени класса, экстендер имени суперкласса. Ключевое слово ЭКСТЕНД, это ключевое слово, предназначенное для расширения реализации существующего класса, создается новый класс на основе существующего, который расширяет возможности класса родителей. Наследует только один класс. Джава не поддерживает исследование нескольких классов и для каждого создаваемого код класса можно указывать только один суперкласс. Наследуется все, кроме приватных переменных и методов. Класс наследник будет иметь доступ ко всем переменным методам родителя, кроме тех, которые явлены правилой. Переопределение методов класса родителя. Производный класс может определять свои методы, а может и переопределять методы, которые наследованы от базового класса. Перед переопределяемым методом указывается аннотация, override. При переопределении метода он должен иметь уровень доступа не меньше, чем уровень доступа в базовом классе. Обращение к методам родителя через ключевое слово супер с помощью ключевого слова супер можно обратиться к реализации методов базового класса. Запретить исследование можно с помощью ключевого слова финала. Создание класса наследника. Продемонстрируем возможности наследования. Создадим для класса анимал абстрактный класс, потом и док, чтобы объявить класс док наследника в анимал. Необходимо использовать после имени класса наследника док ключевое слово extended, после которого идет имя базового класса анимал. Используя ключевой слой extends, класс док наследует переменный из интернета name, age, метод волос, суперкласса анимал. Он имеет следующий вид. Абук абстракт класс, док экстендс, анимал. Для производного класса док необходимо переопределить метод волос, который был наследован от базового класса анимал. Определить абстрактные методы. Создать три класса наследника. Полиморфизм. Возможность объектов с одинаковой сигнатурой иметь различную реализацию. Примеры применения принципа полиморфизма. Один интерфейс может иметь множество реализаций. Переопределение метода лучами. Переопределение метода позволяет дочернему классу обеспечивать специфическую реализацию метода, уже реализованную в одном из суперклассов или родительских классов. Например, для метода войс родительского класса анимал в каждом классе наследника написать свою реализацию. Новая реализация заменит родительскую в классе наследника. Переопределение происходит, когда сигнатура исходного метода и нового метода одинаковы. То есть название, параметры, модификатор доступа, тип возвращаемого значения не изменяется. Анатаз Оверрайт информирует компилятор о том, что метод переопределяет метод в суперклассе. Компилятор, обработав данную анатазу, выполняет проверку сигнатур. Метод в суперклассе и в подклассе сигнатур не совпадает, то будет выводная ошибка. Указывают разработчику, что данный метод является переопределенным, позволяет избежать создание множественных метод для подачи голоса. Спасибо за внимание, на этом сегодняшний день завершилось. Сегодня мы рассмотрели такие вопросы, как абстрагирование, наследие, компания, марфизм.